Всем приветики! Как и обещал, рад представить вам подборку лучших игр на смартфоны, вышедших с начала этого года. И хотя вся индустрия потихоньку скатывается в гриндельные донатные гача, всё же есть интересные и уникальные игры. Так что в этом топе из 50 игр, во что поиграет, думаю, найдёт себе каждый, а потому просьба поддержать видео лайком, а канал подпиской. И начинаем! Приятного просмотра! Как вы знаете, я фанат мобильных игр, особенно мультиплеерных по типу Arena Breakout, PUBG или Genshin Impact, но с недавнего времени у всех возникла проблема с их пополнением. Поэтому я нашёл отличный сайт CopyCode Gold, сервис для выполнения счёта мобильных игр, при том с самыми низкими ценами на рынке. Я проверял это реально так. Покупка происходит буквально в пару кликов и максимально безопасна, так как сайт не запрашивает логин и пароль, а всего лишь UID аккаунта, который нужно пополнить, поэтому он остаётся в безопасности. Дальше выбираем количество игровой валюты и оплачиваем любым удобным способом, включая карты или внутренние купиконы, которые вы можете получать вместе с кэшбэками-бонусами, просто авторизировавшись через ВКонтакте или Телеграм. Так как Купикод – это больше, чем просто сервис пополнения мобильных игр. Купикод – это целая игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. Так что ссылку на сайт оставлю в описании. 50-я игра Tower of Fantasy Визуальная игра похожа на тот же Геншин или даже скорее Зельду, только в стилистике Киберпанка, а не Средневековье. Плюс геймплейно, по крайней мере в сражениях, это ещё и частичка Хонкай, который, кстати, тоже поддерживает геймпад, так что имейте в виду. То есть, казалось бы, игра понабирала от всех понемногу, но сумела сделать нечто своё уникальное, с вариативной кастомизацией, огромным миром, интересной боевой системой и кучей активностей с гриндом, где встречаются другие игроки, персонажи, враги и всё прочее. 49-я игра Resident Evil 4 Remake Одними из самых, наверное, впечатляющих игр на смартфоны, вышедших в этом году, являются порты с ПК. Притом не инди, как обычно, а полноценные ААА, как, например, новый ремейк Resident или восьмая часть. Правда, есть нюанс. Играть можно только на iOS-устройствах, и до андроида, скорее всего, доберутся игры не скоро. Но то, что мобильные процессоры уже могут запускать столь требовательные игры, поражает. И внушает надежду, что в будущем качество мобильных новинок и количество портов с ПК будет только расти. 49-я игра The Wreck Если очень кратко, то это что-то наподобие Life is Strange, которое, кстати, есть официально на смартфоны. Ну а это, можно сказать, её мобильный подражатель, притом в прямом смысле. Так как мало того, что это интерактивное кино с разными концовками и вариантами выбора, влияющие на сюжет, так ещё и сам сюжет вращается вокруг девушки со способностью мотать время. Так как для решения проблем придётся вернуться в прошлое, побывать в будущем и вернуться в настоящее, дабы избежать проблем. 47-я игра и Бен Эзер The Invisible World Просто идеальное рождественское приключение, правда, которое в мои руки попало только сейчас, где играть предстоит за Скруджа в переосмысленной сказке Чарльза Диккенса про духов Рождества, которые в этой игре оказались отнюдь не такими добрыми, а присоединились к лондонскому промышленнику с целью уничтожить город. Ну а мы же, как отважный старик, должны им помешать в формате метроидвании, походящей на Hollow Knight, только в стилистике викторианского стиля, приятной рисовкой, анимациями и прочим. 46-я игра For Rager Эта игра, конечно, вышла не в этом году, да и изначально только на ПК, но после была портирована и на смартфоны. Идейно, это песочница с приключенческими элементами, то есть где сперва нужно открывать для исследования новые острова, на которых после добывать ресурсы, крафтить новые элементы и выстраивать автоматические фермы, чтобы уже после отправиться на рейды в подземелье и сражения с боссами, о чём изначально даже не подозреваешь, если просто посмотреть на мультяшный визуал. 45-я игра Kingdom Aries Серия игр с механикой пашиной защиты обзавелась новой частью, вышедшей сразу как на ПК, так и на смартфоны. Более того, со современенным сюжетом в относительно наше время, куча отсылок на разную классику, включая сериалы Netflix Очень странные дела, и всё это в невероятно сочной пикселяртной графике с отражениями в воде, разным освещением в темноте и многим другим заставляющим прилипнуть к экрану от визуальной красоты, в которой по классике нужно строить свою базу, чтобы по ночам отбивать нападки монстров из порталов, но которая, как и прошлое, платная. 44-я игра Gunfire Reborn Ну и не отходя далеко от портированных с ПК игр, хотя сегодня таких было немало, а то ли ещё будет, это ещё одна. Правда, о которой ранее я уже рассказывал, когда она была доступна только в тесте. Сейчас же уже вышла в полноценный релиз и стоит немало денег, благо есть демо-версия, да и полную можно нагуглить. Суть же игры строится на уничтожении сунущих врагов как в соло, так и в компании с друзьями, в нереально стильной графике, удобным управлением и рандомно сгенерированными лабиринтными локациями, что делает каждый забег уникальным. 43-я игра Warm Snow Изометрический рогалик в стилистике азиатской живописи про самурая, сражающегося с разной нечистью, для чего у нас есть как разные приёмы, так и несколько мечей с возможностью метания, что понравится фанатам соулсов и просто хардкорных игр, когда с новым боссом для победы необходимо десяток раз умереть. Однако пока доступна игра только в Китае, для которой нужен аккаунт Билли Билли, что ещё не такая проблема, как отсутствие других языков, кроме иероглифов. 42-я игра Escape from Sevens На ПК уже давным-давно успешно существует симулятор хрущёвки, именуемый ШХД Зима, погружающий в ностальгичную атмосферу таких зимних вечеров, но и на смартфоны есть нечто подобное и даже больше. Игра, которая погружает стилистику 70-х, правда уже не в жанре симулятора ходьбы, а как необычная головоломка, суть которой заключается в том, чтобы исследуя окружение, находить подсказки от учёного, изучающего путешествия во времени, и вернуться назад к себе в будущее, насладившись прошлым. 41-я игра After Place С виду очень непритязательная игра, но только стоит дать ей шанс скачать и зайти, чтобы убить пару свободных минут, как зависнуть можно на пару часов. Ведь под вертикальным расположением и пиксельной графикой скрывается RPG-приключения по антуражному миру с врагами и боссами, а также тайниками и головоломками. По сути, целый мир скрывается у вас в кармане, в котором нужно найти свой путь в необычном приключении, где даже управление подстраивается под вашу манеру игры. Ну и ещё одна интереснейшая игра, о которой хочу вам рассказать, это онлайн РП. Где только вы решаете, как в неё играть, что делать и кем становиться. Можно пойти устроиться на работу, от обычного курьера и до госслужащего, стать бизнесменом или бандитом, участвуя в войнах кланов за территорию, за что в том числе можно отъехать в тюрьму Алькатрас, где или спокойно мотать срок, или устроить побег из Шоушенка, выполняя разные интересные мини-квесты. То есть скучно здесь просто не бывает, можно развлечь себя соревнуясь с другими игроками в мини-играх, открывая контейнеры, испытывая удачу, покупать разные тачки, включая реальные для гонок с другими игроками, вместе с разными скинами известных персонажей, недвижимостью и прочим, с чем на старте вам поможет мой бонус-код Феном, который даст 120 тысяч игровой валюты, которую вы можете потратить на что угодно. Для его активации нужно прописать в чате слэш-мм и выбрать раздел бонус-код. Проще говоря, игра увлекает с головой, и дабы стать частью этого мира, нужно всего-то скачать установщик по ссылке в описании и запустить, а дальше он сам подгрузит всё необходимое. После чего вводим игровой ник и можно играть. Лично я играю на втором сервере, так что скачивайте игру по ссылке в описании и до встречи в игре! 40 место. Танк Компани Мобайл На первый взгляд, крайне удачный плагиат довольно известный World of Tanks. И на самом деле так оно и есть, правда не мобильный, а ПКшный, с великолепной графикой, реалистичной физикой, где просчитывается не только поведение снаряда с бронёй, но и в том числе движение катков, огромным выбором техники и кастомизацией под свой вкус. В общем, если кратко, то это компьютерные танчики, но которые китайцы перенесли на смартфоны, из-за чего и требования у них немаленькие. Зато геймплей, как по мне, более фановый, чем вот Блиц. 39 игра Devil May Cry Peak of Combat Ну и наконец-то свершилось! Мобильный белокурый убийца вышел в глобальный релиз, хотя если вы смотрели прошлые мои видео, и без того уже могли в него сыграть по VPN-у. Но теперь игра доступна всем желающим, и это просто отличный подарок к Новому году. Особенно учитывая, что это не менее динамичный слэшер с ручным управлением, где есть и ворота, и сильные с обычными удары, выстрелы из пистолета и прочие инструменты, чтобы совершать огромные комбо, убивая разную нечисть, включая боссов. 38 игра Dead Cells Netflix Edition Про то, что Netflix скупает в свою подписку всё, что не приколочено, и так уже всем известно. И вот буквально на днях в их альтернативу геймпассу только на смартфоны попала и эта игра. Правда не просто так, ибо игра уже была портирована ранее, а вместе со всеми DLC с ПК, чего уже ранее не было. Притом доступно всё это обилие только по подписке Netflix, или также можно поискать АПК-версию. В любом случае, постражаться в динамичном платформере крайне увлекательно, особенно если вы не играли в DLC на ПК. 37 игра High Water Ну и раз уж вспомнили про игры, портированные Netflix'ом, это ещё одна. На самом деле в их библиотеке полно разной годноты, и если интересно, могу сделать отдельную подборку с их портами. А что касаемо этой игры, то это очередной апокалипсис, устроенный людьми, где по традиции богатые пытаются сварить разрушенные планеты на другую, оставив за собой обычных работяг разгребать проблемы. Но эту игру делали, видимо, коммунисты, так как нужно захватить ракету буржуев и свинтить с планеты самим, устроив революцию, оставив толстосумов позади, чем мы и будем заниматься с необычной графикой. 36 игра Sparklight Ещё один порт с ПК с крайне выразительной стилистикой, к тому же в пикселяртной графике, которая мне напомнила Hyper Light Drifter, хотя геймплей на это рогалик в рандомно генерируемом мире, где предстоит и с мобами сражаться, и с боссами, попутно выискивая реликвии и выполняя квесты. Вроде бы ничего необычного для такого жанра, но выделяется игра именно визуалом и, что неожиданно, даже сюжетом, согласно которому мы ступаем на тропу войны с корпорацией, уничтожающей нашу планету для добычи ископаемых. 35 место Fortnite Lego Не так давно самая популярная Королевская битва в мире решила переформироваться в кубическое выживание по типу Майнкрафта, только за основу взяв другую, но не менее культовую стилистику Лего, что стало полноценным режимом со строительством, добычей ресурсами и прочим. Конечно, скачать игру с официальных площадок проблематично, особенно на iOS, но даже там есть сподвижки в европейском регионе, так что при желании найти инструкции по установке можно в интернете. 34 место Dawnlands Наконец-то это выживание в открытом мире и стилистикой, напоминающей Зельду, вышло в релиз, а это значит никаких тебе закрытий серверов, удаления прогресса и подобного. Только чистый кайф от выживания с добычей ресурсов, крафтом разных вещей вплоть до механизмов, садоводством, фермерством и, конечно, постройкой уникального дома. Так что если любите подобные песочницы, заняться здесь есть чем. Однако, несмотря на красочный визуал, геймплейная игра всё ещё саровата, но учитывая недавний релиз, это можно простить. 33 игра Zombatron Reboot Пожалуй, лучшая за последнее время оффлайновая игра в жанре двухмерного шутера, при том по классике таких недельных топов очередная новинка, в которой жанр платформера из прошлой игры совместили с шутером, головоломкой и выживанием среди зомби, что и выглядит прикольно и играется интересно, за счёт того, что мы можем сами изменять локации, взрывая бочки, простреливая стены и прочее, что мне напомнило ностальгичные игры времён расцвета мобильного гейминга, только, конечно, лучше. 32 игра Far Long Sails Не самая новая игра из этого топа, но зато одна из самых цепляющих. Недавно в очередной раз решил перепройти и параллельно рассказать об этом немом приключении и вам, ведь по сути геймплей примитивен до безобразия, нужно подбрасывать топливо в камеру сгорания, чтобы наш пепелас продолжал двигаться к конечной точке назначения. Но по пути то и дело возникают разные преграды и препятствия, а фоном можно лицезреть остатки некогда процветающей цивилизации, что позволяет проникнуться местной атмосферой. Кстати, на ПК и консолях есть продолжение. 31 игра Death Door Игра, которую я прошёл сперва на ПК, затем на свече, а теперь перепройду и на смартфоне, благодаря компании Netflix. При том, если зачастую такие игры платные, то для того, чтобы сыграть в эту, нужно всего лишь подписка Netflix, которую за пару копеек можно найти на маркетплейсах, чтобы сыграть в одну из самых увлекательных метроидваний, где в Orange Nets должен сражаться с душами, которые пережили отведённый им срок, попутно исследуя локации и побеждая врагов поменьше. На 30 месте расположилась игра Хаак. Об этой игре я некогда уже рассказывал, но всё равно она достойна упоминаний ещё хотя бы раз, так как является интересным постапокалиптичным платформером с примесью метроидвании, тем более вроде даже от отечественного разработчика, за счёт чего каждое новое прохождение будет уникальным, постоянно открывая новые проходы, секреты и даже целые локации, которые предстоит посетить в поисках брата главного героя, параллельно сражаясь с врагами. И всё это сдобрено сайт-квестами, игровым хабом и отличной атмосферой. 29 игра Lays Horizon Здесь предстоит просто летать, покоряя всё новые способности, параллельно исследуя обширный мир. Звучит, может, и не очень интересно, но стоит только сыграть и отлипнуть будет невероятно сложно. Ведь, во-первых, локации изобилуют разнообразием, на которых предстоит также выполнять более 50 миссий со сбором 100 коллекционных предметов. И это с учётом неперегруженного управления, что со свистом ветра в ушах и другими звуками позволяет отвлечься от ежедневной рутины, медитативно проводя время. 28 игра Lost Worlds Beyond the Page Ну и ещё один платформер-головоломка, где предстоит управлять не только героиней, но и самим окружающим миром при помощи слов. Что идейно мне, конечно, напомнило одну игру, однако геймплей наиграется всё весьма уникально. Но даже это не главное. Как по мне, важнее всего это сюжет, правда пока без локализации, так что приготовьтесь изучать английский, ведь оно того явно стоит. Что всё вместе с артовой графикой дарит феерические эмоции, поэтому настоятельно рекомендую попробовать. 27 место Hizman Blood Money Feral Interactive часто радует нас крутыми портами с ПК, некоторые из которых ещё будут в этой подборке. Ну а начать я решил с игры, которая для меня стала неожиданностью, так как не имела обширной пиар-компании, и по факту о ней я узнал только после релиза. Ведь это культовый стелс-экшен про лысого наёмного убийцу, который, невзирая на свой возраст, даёт нам возможность выбрать варианты прохождения, в кого переодеться, кого убить, кого отравить и так далее. Но стоит учитывать, что игры этой компании не взламываются, а все ПК-порты так или иначе платные. 26 игра Ugly Невероятный атмосферный платформер, как для смартфонов, напомнивший мне качественные, хотя и инди, но на ПК, что на мобильные устройства выходит не так уж и часто, где мы отправляемся в путешествие по воображению дворянина, где не только предстоит паркурить по платформам, но и решать нехитрые головоломки при помощи зеркала и не только. Единственное но, это то, что игра вышла пока только на iOS, однако на ПК тоже будет, так как уже проходит предрегистрация, так что ждать стоит, а сыграть уже сейчас можно ещё и на ПК. Ну и половина топа уже позади, так что если нашли себе во что поиграть, просьба поддержать видео лайком, а канал подпиской. 25-я игра Solo Leveling Arise Ликуйте анимешники, не успела ещё до конца выйти аниме, а уже подъехала мобильная игра по его мотивам. Притом концепт мульта как нельзя лучше подходит именно игре, где всё, что нужно делать, это проходить данжи с попутной зачисткой всех врагов. Но делается это не в формате карточной гачи, как обычно, а с механиками слэшера, динамичными боями и спецумениями героя. Всё это с неплохой графикой и даже английским языком с озвучкой. В общем, на удивление получилось годно. 24-я игра Farlight 84 Несмотря на то, что бум популярности Королевских Битв уже прошёл, эта игра как твой заторможенный друг вышла только сейчас, но при этом сумела собрать из всех других игр всё самое наилучшее. Например, градацию оружия по уровням и цветам, как Fortnite, только командные режимы как в Apex вместе с уникальными персонажами со своими способностями и разной техникой с пушками, что играется реально весело. Я уже не один вечер залипаю и пока не надоело, тем более, что онлайн большой, а разработчики то и дело выпускают обновления. 23-я игра Domino the Little One Недавно я уже рассказывал об этой игре в момент её бета-теста, но вот случился глобальный релиз, что позволит сыграть каждому в классический платформинг по красочному миру, который не только развлекает, но и затрагивает такие экологические темы, как вырубку лесов или загрязнение земли, что отражается на геймплее игры. Но главное, что и выглядит всё это приятно даже на смартфонах, с рисованной графикой, проработанным освещением и даже удобным сенсорным управлением. 22-я игра Coramon Думаю, из самого названия уже понятно, что это за игра. Если же нет, то это некое подобие покемона, где задача строиться на исследовании мира в пиксельной ретро-стилистике и поимки различных монстров, которыми в дальнейшем нужно сражаться в пошаговом режиме, следя за развитием сюжета. Что, учитывая недавнее закрытие Волзорка с похожим геймплеем, может послужить заменой, ибо для разнообразия здесь более 120 корамонов, а именно так их зовут, настройка персонажа, головоломки, поддержка контроллера и разнообразные боссы. 21-я игра Spongebob The Cosmic Shake Что-то в последнее время игр про губку Боба стало выходить в разы больше, вспомнить хотя бы недавний ремейк оригинального платформера с PS1, или этот, который также является мультиплатформенной игрой, где, следуя за Патриком с его губчатым другом, опять нужно спасать бикини-ботом от вселенского зла, и играется это в разы веселее, нежели звучит. Не зря же эта игра в первый же день релиза попала в топ-6 игр Google Play, в частности, за счёт русской локализации и невероятно интересного геймплея. 20-я игра Dustin Neon Фактически, для входа в игру нужен интернет, но это на лицензии. В интернете есть, так сказать, оффлайновая версия без проверки подписки Нетфликса, ведь эту игру портировали именно они. Кстати, их игр в топе будет немало, так что каждый раз, чтобы не повторяться, имейте это в виду. Ну а сама игра является изометрическим шутером с камерой сверху, где нужно вручную перезаряжать оружие, устанавливая пули в барабан, используя в перестрелках разные ловушки с активностями, и всё это в приятной графике и динамичным геймплеем. 19-е место, код Warzone Mobile И буквально в прошлом видео я рассказывал про конкуренты этой игры, ведь выйти они должны были в один день, но Warzone чё-то припозднился. И тем не менее, сейчас он тоже вышел из мягкого запуска и доступен всем для скачивания, а если в каком-то регионе игра ещё не доступна, можно для скачивания подключить VPN, ведь это один из самых выдающихся мобильных шутеров за последние годы. С топовой графикой, AAA-механиками, режимом королевской битвы с аренными сражениями, техникой и прочим. 18-я игра Tangle Tower Ещё одна новинка и ещё один порт с ПК, но весьма в незаезженном жанре детектива, при том сразу на релизе с русским языком, что не может не радовать. Правда, из-за этого и платным распространением. В общем, нам придётся исследовать старинный особняк по сюжету Агаты Кристи, в котором произошло убийство. И вот детально исследуя каждый уголок, допрашивая свидетелей и собирая улики, нужно найти убийцу с крайне своеобразным визуальным стилем, но за счёт этого и цепляющим. 17-я игра GTA The Trilogy Обычно я стараюсь не вписывать столь известные игры в топ, так как о них и без меня все знают. Но сегодня уникальный случай, ведь для GTA вышли те самые ремастеры, как и на ПК, которые громко провалились. Однако на смартфонах графика стала действительно лучше. Конечно, пропала та самая олдскульность и ностальгия, но если у вас достаточно производительный смартфон, можно поиграть в культовые игры с новой графикой. При том, если скачивать версию Netflix, которая доступна в США, можно играть по подписке. 16-е место El Hijo И кстати говоря о платных играх, что тем не менее оправдывается их качеством, это ещё одна. Где нам предстоит примерить на себя роль мальца во время Дикого Запада, где взрослеть времени нет, и практически самых пелёнок придётся раздавать бандитам пинков под зад, позарившихся на ферму родителей, а потом сваливать в стелсовом режиме с видом сверху и разными активностями, что дополняется элементами головоломок, которые ещё лучше смотрятся на большой диагонали планшета. 15-я игра Cypher 007 Как можно догадаться по названию, к перезапуску древней кинофраншизы подоспела и мобильная игра, правда явно они с целью заработать как можно больше денег, ведь и фильм ещё даже не вышел, и сама игра доступна только на iOS-устройствах, представляя собой стелс-экшен за известного спецагента, который попал в плен и теперь вынужден выбраться при помощи разных необычных технологий. Визуал в стиле комиксов явно идёт игре только на пользу, жаль поиграть могут не все. 14-е место Soul Knight Prequel Об этой игре я рассказывал, когда она ещё была в тесте, и вот наконец-то вышла в релиз, явив нам предысторию оригинальной Soul Knight, когда королевству угрожало зло, на сражение с которым выходим мы как первые из героев. Однако, в отличие от оригинала, это кооперативное приключение, что увеличивает уровень веселья в разы, ведь с друзьями любая игра становится веселее, особенно такая как эта, где нужно исследовать процедурно генерируемые локации на предмет лута и, конечно же, противников, но даже если не с кем сыграть, в соло она тоже не менее увлекательная. 13-е место Hates Mobile Netflix Немного заочно впишу эту игру, так как её релиз намечен на 19-е и 20-е марта, что уже совсем скоро, так что думаю, это не проблема. Особенно учитывая, что это очередной порт с ПК, к которому приложила руку небезызвестная компания, за что, честно говоря, большое им спасибо. И хотя для входа нужна подписка Netflix, чтобы бесплатно сыграть в один из лучших рогаликов, думаю, это небольшая плата, где мы должны бросить вызов богу мёртвых, чтобы выбраться из подземного мира с динамичным геймплеем и топовой графикой. 12-я игра The Baby in Yellow Фактически, данная игра, конечно, была в одном из прошлых топов, но оказывается, при 50 мультовых скачиваниях о ней многие ещё не знали, чего уж там даже я недавно только обнаружил этот порт с ПК. Ведь изначально история демонического младенца появилась как демка на ПК, но со временем переросла в полноценную игру, где мы выступаем в роли няньки у вероятной ребёнка-сатаны, учитывая, что он может телепортироваться, летать, создавать порталы в ад и много чего ещё, что в формате интерактивного приключения постоянно держит в интриге и напряжении, ведь одно неловкое движение и на рестарт. Игра на 11-м месте Warframe Mobile Наконец-то вышел долгожданный порт с ПК, о котором я в начале года уже рассказывал в топе ожидаемых игр. Так вот, чуда не произошло, пока что портировать крупные ААА с ПК на смартфоны не лучшая затея. Это чревато минимальными настройками графики с низким качеством текстур и кучей мыла, но в целом играется это достаточно бодро и даже без автонаведения, ведь всё это в мультиплатформе, когда рядом с вами могут быть такие же игроки, но с ПК. Правда, как и многие такие игры, вышла она только на iOS. Яблочные в последнее время прям реально удивляют всю индустрию, так как туда выходят и резиденты, и Death Stranding, и многое другое. Десятая игра T3 Arena Один из моих любимейших мультиплеерных шутеров получил первое суперсезонное обновление, привнёсшее много чего нового и улучшения в рейтинговые сражения, что позволит играть в мультиплеерный шутер от третьего лица ещё более комфортно, хотя не сказать, что раньше было как-то хуже. Я периодически с релиза в неё играю и могу отметить отличную мультяшную графику, мега-отзывчивое управление как для сенсора и приятную физику оружия с уникальными умениями персонажей, позволяя выбрать идеальный сетап под себя. Девятая игра War Thunder Mobile Игра, которая наверняка знакома всем танкистам и на ПК, получила свою мобильную версию. Жаль, что это не порт с ПК, чтобы можно было играть в кроссплатформе с любых устройств. Тем не менее, здесь нам предлагают абсолютно идентичный геймплей, где, как и в старшем брате, нужно уничтожить или весь экипаж противника, или взорвать боеукладку, что приведёт к тому же. Ведь здесь экипаж своего рода ХП-танка, без которого нельзя продолжить бой. В отличие от повреждения всего остального, что дополняется реалистичной физикой разлёта снаряда на осколки при попадании. Восьмое место. Witch Hood Ну и не отходя далеко от портов с ПК, это ещё один, правда, который нам пришлось ждать несколько лет. И что интересно, за последнее время вышло много годных таких портов. И Little Nightmares, Hitman и многие другие, о которых, если что, я рассказывал в отдельной подборке с портами на канале. Ссылка на неё будет в описании. А что касаемо этой игры, здесь, так же как и в Potion Permit, предстоит собирать ресурсы для крафта зелий, но на сей раз в роли ведьмы с полностью русской локализацией. Седьмая игра. Little Nightmares Mobile Я, наверное, уже многих достал этой игрой, но подобного масштаба проекты на смартфоны выходят очень нечасто, тем более с поддержкой геймпада. Так, мы всё так же играем за маленькую девочку по имени Шестая, оказавшаяся на корабле, наполненном монстрами, символизирующими чревоугодие. Да и сам корабль недвояко намекает нам на это своим названием чрева. И вот из этого ужаса нужно выбраться с платформенными механиками, окружением хоррора и немым сюжетом с подтекстами и даже отсылками. Шестая игра. Potion Permit А вот эта игра уже вышла в глобальный релиз, и при том сразу заняла топ-20 в App Store, хотя доступна также и на Android. Геймплей на эту уже ролевая игра про алхимиков и медицину, где можно диагностировать пациентов с болезнями, чтобы после отправиться на поиски нужных ингредиентов для лечебного зелья. И вот вариативность последних не может не радовать, ведь скрещивая разные вещества, постоянно получается что-то новое, при том с приятной рисованной графикой. Однако игра платная, но, как и всегда, бесплатные версии для ознакомления есть в интернете. Пятая игра Rainbow Six Small И далеко не отходя от компании, ранее известной только по стримингу, ведь за время моего отсутствия она завалила нас кучей годных игр. Это, если мне память не изменяет, раньше называлось по-другому, но, видимо, они выкупили на неё права и решили сделать часть именитой франшизы тактических шутеров, при том, который уже вышел, и сыграть в него можно прямо сейчас, правда, также по подписке, где в составе бравых командах, когда у каждого свои уникальные навыки, нужно зачищать здание и выполнять прочие поручения в уникальной стилистике и экшеновым геймплеем. Четвёртое место Endling Instinction is Forever Хотя я и говорил, что больше не буду вспоминать об этой игре, ведь в момент релиза довольно часто о ней рассказывал, всё-таки в этом топе без неё просто никуда, ведь это великолепный платформер сразу по нескольким причинам. Как графическим, с уникальной световой палитрой и рисовкой, так и историей спасения одних из последних лисят на планете из-за уничтожения лесов, загрязнений рек и прочего. То есть это ещё и эко-активная игра, но геймплейно предлагающий уникальный опыт как для смартфонов. Третья игра The Longing Тот самый представитель инди-сегмента, который не пытается зарабатывать на донате или подобном, а старается принести что-то новое и интересное. Так это необычное и весьма атмосферное, я даже не знаю какой бы жанр ей приписать, ведь играть предстоит заслугу, король которого погрузился в длительный сон, длиной в 400 игровых дней, на протяжении которых мы должны поддерживать его владение в порядке и решать возникающие проблемы. И хоть местами это скатывается в рутины, но подобного опыта не подарит ни одна другая игра. Вторая игра CarX Street Уже далеко не самая новая игра, вышедшая больше года назад, однако которая до сих пор активно развивается и удерживает лидирующие места в жанре гонок, ведь геймплейно и визуально практически не уступает современным играм на ПК. Здесь такой же масштабный открытый мир, десятки реалистичных автомобилей, аркадная физика поведения с удобным управлением и просто невероятная графика, особенно на ультрах. И что самое удивительное, плотный график, чего в других играх практически не встречается. Ну и закончим на сегодня игрой Boxville. Просто феноменальная игра, о которой я не устану рассказывать, хоть и визуально она пытается подражать не менее культовой инди-машинарию, но при этом не просто её бездумно копируя, а берёт за основу удачные идеи, добавляя к ним что-то уникальное. Так играть предстоит не за робота, а консервную банку, которые живут в картонном городе. И вот чтобы разгадать тайны этого места, нужно решать головоломки, исследовать новые локации, попутно наслаждаясь визуальным стилем. И вот на этом, пожалуй, закончим столь масштабный топ. Если нашли себе во что поиграть, не забудьте поставить лайк, а также пишите в комментариях, сколько игр вам приглянулись. И до скорых встреч в новых или старых видео на этом же канале. Субтитры сделал DimaTorzok